Делегация Национального центра исполнительского искусства Китайской Народной Республики посетила учреждение культуры региона по приглашению губернатора Приморского края. Иностранных коллег сопровождала заместитель председателя правительства, министр культуры архивного дела Приморья Елена Бронникова. Как отметил директор Национального центра исполнительского искусства Ван Нин, 2024-2025 годы объявлены годами культуры Китая и России. И сотрудничество в этой сфере благодаря совместным проектам будет активно развиваться. По этому поводу я несколько раз обменивал сомнениями с Олегом Николаевичем Кожемяко, губернатором Приморского края. Я вижу, что здесь очень мощные возможности для дальнейшего продолжения нашего сотрудничества. И мы рассматриваем в целом подобные центры как точки развития для нашей молодежи. Мы очень рады тому, что мы аналогичным образом повышаем качество образования культуры молодежи в Китае. И мы будем рады возможности. Мы приглашаем к дальнейшему сотрудничеству и центральную музыкальную школу, в которой мы имели возможность сегодня пройтись, естественно, балетную школу. И надеемся, что мы сможем создать надежные платформы и площадки для дальнейшего продолжения взаимовыгодного сотрудничества в сфере культуры. Отметим, делегация Национального центра исполнительского искусства КНР побывала в краевой картинной галереи на Приморской сцене Мариинского театра в музее имени Арсеньева и образовательном комплексе на острове Русском. Юлия Ракотская, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.